Зайчики мои, всем большой привет! Меня зовут Карина Арагелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Сегодня я снимаю новое разговорное видео, которое я хочу посвятить неадекватным соседям. Да, давно у меня на канале не было роликов, где я рассуждаю, где я рассказываю какие-то несправедливые ситуации или же неадекватные истории, да. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Сегодня я расскажу вам историю своей подруги Регины. Это был, конечно, самый настоящий трэш. С Региной я общаюсь уже несколько лет. Эту историю она мне давным-давно рассказывала, но почему-то я даже не думала о том, чтобы снять об этом отдельное видео. И реально, после этого ролика, я уверена, вы сделаете для себя какие-то выводы. Неадекватных соседей полно, соседи, которые ведут себя очень странно. Также, я думаю, стоит рассказать вам и мистическую историю про соседей. Таких ситуаций полно, и мой директ кишит историями про соседей, которые занимаются какой-то фигнёй. И это, я уверена, 100% можно отнести к мистике, да и рассказать в какой-то страшной истории, потому что я в шоке. Напоминаю вам о том, что да, я продолжаю и буду продолжать снимать страшные истории, да и не только. Какие-то свои рассказы вы можете писать мне в директ в Инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного. И будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. Господи! В последнее время я снимаю только какие-то совместные видео со своими друзьями. И вот, наконец-то, ролик про соседей. Вы его оцените, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Чтобы подписаться, нужно нажать на красненькую кнопочку и магии подписки на мой канал. Вступить в семью Аракелянчиков. Это будет супер необыкновенное видео, потому что моей подруге Регине реально не повезло. И ей попались супер странные соседи. Ваше мнение, естественно, вы можете писать в комментариях. А я не буду долго балаболить, я знаю, как вы это не любите в начале моих роликов. Поэтому мы можем начинать. Поехали! Начну я, пожалуй, эту историю с того, что расскажу, что вот эта девочка Регина на то время училась в универе. Она уже была достаточно взрослая, как-никак 18 лет, и накопила, наконец-то, деньги на снятие квартиры. Она нашла такую пятиэтажку, естественно, вместе с родителями. У нее с ними были просто чудесные отношения. Они очень хорошо контактировали. И родители ее поддержали, потому что именно та самая пятиэтажка находилась в таком достаточно нормальном районе. И как раз-таки рядом с этим домом находился универ. И идти до него было, ну, максимум 10 минут. Совершенно недолго, с учетом того, что Регина жила с родителями, ездила постоянно по полтора часа до универа. А тут нашла самую подходящую квартиру. Пятиэтажка с личным таким двором, сохраняемой территорией. В принципе, ничего такого плохого, но с соседями ей, естественно, не повезло. Квартира была однокомнатная. Для того, чтобы проживать там одной Регине, хватало пространства. Она взяла с собой все вещи, пообщалась с родителями, они ее поддержали. Кстати, снимать квартиру стоило в месяц около 50 тысяч рублей. Это не так дорого, с учетом того, что это Москва. И как бы я думала, что снимать однокомнатную квартиру, хоть и не в центре Москвы, будет стоить от 80 тысяч. Но я как бы в это пока не углубляюсь, хотя тоже давным-давно хочу переехать. Хоть я сейчас не живу с родителями, а живу в доме с ребятами, в доме тиктокеров. В любом случае, я уже начинаю задумываться, так как мне совсем скоро... Капец, как скоро стукнет 18 лет. Это, если что, был сарказм. Мне 18 лет только через 9 месяцев. Но, ребят, вдумайтесь только. 18 лет, это же с ума сойти, вы только вдумайтесь. Какое же это сексуальное число, 18. И никто на меня наезжать не будет, что как бы я, черт возьми, иногда могу позволить себе выпить алкоголь. Да ладно, я шучу. Ну и вот, Регина переехала в этот дом и постепенненько начала разбирать вещи. Потратила она на это практически целый день, и переезд, и вообще она очень уставшая была. И легла спать. И тут начинается самая вот эта вот трешовая история про соседей. Как вы думаете, что происходит? Время 7 утра. Регина спит себе спокойненько, чтобы вы понимали, режим у нее просто по заднице. Ложится она где-то часа в 3 ночи и встает в 3 часа дня, как бы, да? Да, чтобы вы понимали. Спать 12 часов, мне кажется, это перебор. Я лично сплю. Часов по 7, по 8, и мне этого реально достаточно. Ну и что вы думаете? В 7 утра раздается сильный стук в дверь, через глазок она увидела своих соседей. Она не знала, какие у нее соседи, что, как, но на этаже было 3 квартиры. Она хотела как раз-таки на утро с ними познакомиться, пообщаться, потому что для Регины в первую очередь было важно иметь хорошее отношение с соседями. Я тоже хорошо общаюсь, например, со своими соседями, мы постоянно здороваемся. У нас очень хорошие соседи, а вот Регине не повезло, как я уже сказала. Регина открывает дверь, ну и через глазок перед этим увидела, что у двери стоит очень странная женщина. У нее были огромные такие синие мешки под глазами, как будто бы она вообще не спала. Она была в таком длинном-предлинном халате с красными цветками, такими большими, знаете, в пол. И Регина сразу как бы насторожилась, типа, почему 7 утра, как бы люди спят. И тут она открывает дверь, и вместо «Здравствуйте» Регине выдает вот такую фразу. «А где те два парня?» Регина сквозь сон не понимает, типа, чего, какие два парня, о чем вообще речь, что вы несете? Ну, как бы где-то через секунд 30 до Регины дошло, что, возможно, эта женщина имеет в виду тех парней, которые жили до нее. Возможно, потому что, ну а кого эта женщина еще может иметь в виду? Это очень странно. Ну и тут Регина говорит, я не знаю, как бы, о каких парнях идет речь, что, как, зачем. И эта женщина говорит, странно, они мне даже не сказали, а вы новая жительница, да, вы тут теперь будете жить? Она говорит, да, а вы о каких парнях говорите? Ну и женщина заявляет, да тут жили такие, типа, два парня, они нам постоянно помогали, ну, кому нам? Как бы мы тут живем с семьей? Я, мой муж и наш годовалый ребенок. Регина понимает, что, ну, понятно, прикольно, как бы, женщина сначала не показалась странной, ну, внешний вид, конечно, был такой себе. Но это понятно, что она в таком на улицу не выходила, а просто из квартиры зашла, как бы, хотела сказать что-то парням, и заодно так и произошло знакомство вот с этой соседкой. Регина такая, ну, понятно, как бы, поняла, что до нее тут жили два парня, которые, как оказалось, были знакомы с этой женщиной, но почему-то ей не сообщили о том, что они уехали. Вы скоро поймете, почему, это, конечно, забавная история. Ну, и эта женщина такая, ну, ладно, тогда всего вам хорошего. И тут, как только Регина решила закрыть дверь, женщина такая поворачивается. Стойте, 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 подождите, подождите! И что она, как вы думаете, ей сказала? Регина такая, ну, блин, возможно, сквозь сон, как бы, да, она не до конца понимала и осознавала, что нужно иметь какие-то, ну, хорошие отношения с соседями. Как бы так мог подойти какой-то и аферист, и женщина, которая так всех обманывает, говоря новым приезжим, что это соседка. Но, как я вам сказала, была охраняемая территория, и как бы левые люди по подъездам не ходили, потому что еще были консьержи. Вот, и как бы странно, что в таком достаточно нормальном жилом комплексе находится семья, которой хватает деньги снимать квартиру, но при этом они занимают по тысяче, по две, по три у своих соседей. Регина просто достает кошелек, занимает тысячу рублей, решила все-таки не три, не две, а тысячу, дает этой женщине, на что она делает вот так и уходит. Не спасибо, ничего, просто сделала вот так, типа кивнула, и Регине это показалось очень странным, потому что, как бы, она поняла, что так она выразила свою благодарность, но, как бы, это было очень странно. Да и по словам девушки, как бы, показалось Регине тоже немного непонятной, но, как бы, все люди разные, это не повод придираться, Регина все забила и решила идти дальше спать. Что вы думаете? Спустя пять минут Регина уснула, и где-то часа через полтора еще опять стук в дверь. Регина открывает, и эта девушка говорит, слушайте, я вам сказала занять либо одну тысячу, либо три, не могли бы вы хотя бы мне еще одну тысячу дать, пускай будет две, хоть это и четное число, а я такое не люблю, но все равно, нам не хватает денег, я вам обещаю верну до конца недели. А был вторник, Регина в шоке, ее опять разбудили, она не понимает, что происходит, и все-таки сказала, извините, у меня в кошельке больше денег нет, но что эта девушка просто ничего не ответила и ушла в свою квартиру. Вот именно после второго ее прихода, так сказать, Регина поняла, что эта женщина, как бы, ну, супер странно себя ведет, как бы, ей и так заняли денег, да, но при этом она нашла смелость спустя два часа. Перед этим, увидев сонное Регине на лицо, что, как бы, человек хочет спать, прийти и попросить еще несколько тысяч, сказав, что нам не хватает, еще что-то там пробормотав, прочетное число. Регина поняла, что да, ей попалась какая-то странная соседка, причем не только соседка, но и соседи, потому что эта женщина вначале сказала, что она живет и с мужем, и оказывается с ребенком, ну, и она забила, как бы, ей самое главное на то время было это иметь хорошие отметки, скажу так, учиться. И поэтому она тратила действительно много времени и на переезд потратила, и на учебу тратит по сей день этой истории не так много времени. Ну и как вы думаете, что происходило дальше? К чему я так рассказываю вам в мельчайших подробностях? Эти соседи оказались супер наглыми. Чтобы видео не было долгим, я просто скажу, что постоянно к Регине практически каждый день заходила либо эта женщина, либо зашел уже муж этой женщины, и постоянно они что-то просили, либо соли, либо занять денег. Сейчас я даже прочитаю, как мне Регина написала всякие вот эти вот странные просьбы, которые они просили. Скажите, пожалуйста, пароль от Wi-Fi, скажите свой номер телефона, и потом они ей названивали. Можете ли вы посидеть с нашей дочкой? А, вы на учебу собираетесь? Ну, возьмите ее тогда с собой. Вот такая, да, фигня непонятная, как бы, как можно предложить взять своего собственного годовалого ребенка с собой в универ. Что происходит? Как бы, девочка не выглядела супер старше, я про Регину. Какой-то супер-мега-взрослый, как бы, можно было догадаться, да, что с ребенком в универ не пустят. Она говорила, что она учится, да, во время этого разговора о первой встрече. Можете ли вы заплатить за такси, пожалуйста? Слушайте, а вы не могли бы выкинуть мусор? Просто у нас ребенок, нам сейчас неудобно, мы вам, если что, у двери поставим, вы нам вынесете, ладно, если что? От этого Регина просто офигевала, но, как бы, она не понимала, что отказывать это, в принципе, нормально для всех людей, если им неудобно. Вот с тремя тысячами, да, уже когда во второй раз женщина подошла, она отказалась, сказав, что у нее не было. А у нее реально не было, ребят. А вот все остальные разы она реально помогала. Естественно, взять с собой годовалого ребенка в универ она отказалась. Ну, а вот со всеми остальными просьбами, а-ля, не могли бы вы дать нам соли? Или была вот еще какая странная просьба, мне Регина по телефону рассказывала, говорит такая, ей эта женщина звонит перед этим, да, спрашивала номер телефона, как я вам сказала, и говорит, слушайте, я хочу сегодня приготовить вкусные булочки для нашей семьи. Мы вот видели, что вы возвращались с продуктового магазина, вы случайно не покупали тесто, не могли бы вы нам одолжить? И знаете, вот такой вот бред постоянно продолжался. И Регина сначала подумала, что да, соседи, возможно, действительно, черт, хотят с ней подружиться, но, как оказалось, они просто были очень, возможно, набязчивые. Но из-за чего я решила снять это видео, ребят, самое интересное, да, это продолжалось очень долгое время, постоянные звонки, постоянные докапывания. Регина реально выходила и выносила мусор, они звали ее постоянно на фильм. Но, ребят, как бы, я понимаю, бывают действительно дружелюбные соседи, но именно эти соседи, они вели себя очень странно и сами по себе выглядели не очень. И Регина постоянно слышала по ночам плач ребенка, это тоже очень важно, что вы должны будете запомнить, вот прямо сейчас. Постоянно по ночам Регина и так из-за своего плохого режима в 3-4 часа, уже не ночи, а утра, да, допустим, слышала плач ребенка, но стеснялась спрашивать у соседей, почему постоянно ребенок у вас ночью плачет. И в голове она додумывала это все так, что, ну, как бы, просто нервный ребенок, днем почему-то он не плакал, а ночью плакал, и она постоянно слышала оры родителей, ну, как бы, да, этого мужа с женщиной, которые очень странные, постоянно кричали у них, присутствовали какие-то скандалы, не без этого. Постоянно они могли ночью включить какие-то фильмы, причем очень громко, слышимость в подъезде и вообще была достаточно хорошая, я вам скажу. И даже как они занимались этим самым, а ребенок находился в это время в квартире, вот эти вот, я извиняюсь, крики и возгласы Регина тоже слышала, и ее это порядком вот заколебало, я вам скажу так. Соседи реально показались неадекватными, и я понимаю, если бы они были какие-то вежливые, не были столь наглые, не названивали по несколько раз на дню или не стучались к ней в дверь и не просили как-то в чем-то им помочь, то она бы, возможно, и согласилась, да, куда-то к ним на фильм сходить, да, что-то уже одолжить, но ей это уже начинало поднадоедать, и она перестала отвечать на звонки, на что со временем ей в дверь постучал вот этот мужчина и просто сказал, извините, а почему вы на трубке не отвечаете, ну, как бы, на звонки? На что Регина сказала, извините, у меня учеба, у меня просто уже сейчас нет времени, у меня там экзамены, все дела, причем, ребят, знаете, какой самый странный момент? Регина обращала внимание на то, что на ее какие-либо отказы эти соседи, что вместе, что по отдельности реагировали так, что они просто молчали и уходили, не отвечали типа, блин, ну ладно, ну хорошо, ладно, извините, как скажете, они просто такие... И все, и уходили, нормально, да? И вот так было всегда, ребят, сколько раз им Регина не отказывала, они всегда тупо вставали и уходили, это очень странно. Ну и, соответственно, подбираемся с вами к самому-самому интересному. Регине нужно было прийти к 8 утра в универ. Она постоянно вставала и приходила ко второй паре, любила прогуливать первой, потому что в основном там было что-то скучное и ненужное, ну а вот тогда у нее реально были какие-то супер важные экзамены, и ей нужно было прийти именно к 8 утра. Она выходит, собирается, закрывает свою квартиру, спускается, выходит во двор и видит, что там гуляет вот эта женщина, ее соседка с ребенком и мужем. Регина пытается пройти мимо них, это, кстати, она впервые их увидела за несколько недель проживания на улице, и она тоже задавалась вопросом, почему они типа часто не гуляют, и тут она их увидела, удивилась, еще шла в наушниках, решила как-то мимо проскользнуть, не дай бог увидят. Ну и тут не повезло, ребят, начинается все самое интересное, из-за чего я и решила, в принципе, снять это видео. Регина боковым зрением замечает, что это женщина, так сказать, и муж замечают Регину, и женщины резко вот так поворачивают коляску, и они пытаются идти за ней, прям какие-то догонялки. Регина это замечает, ускоряет шаг, пытается свалить, и тут эта девушка, женщина, извиняюсь, кричит, «Подождите, подождите!» А Регина, она сама по себе такой человек, что когда она понимает, что либо кто-то рядом, либо рядом те люди, которые могут что-то сказать, она делает потише наушники, чтобы было слышно. Я сама отношусь, кстати, к такому типу людей. Когда у меня наушники в ушах, я всегда включаю функцию вот на AirPods Pro, как там она называется, прозрачность что ли, когда можно слышать и музыку, и то, что происходит вокруг. Вот, как раз-таки у Регины были обычные проводные наушники, но она просто сделала музыку на единичку, прям супер-супер мега тихая, можно было вообще ее выключить. И тут она услышала, что эта женщина тупо кричит, «Подождите, подождите!» Регина встает и думает, «Боже мой, это знаете, как она доедает вот такое ей просто!» Она чуть с ума не сошла, вот эти постоянные звонки, и тут эта женщина даже на улице ее докапывает, она, кстати, опаздывала. И тут Регина поворачивается, и эта женщина ей с мужем заявляет, «Слушайте, мы тут хотели с мужем уединиться у нас в квартире!» А ребенок постоянно кричит, вот как раз-таки он сейчас спит, но если мы его будем заносить в квартиру, то она опять начнет плакать, «А мы хотим уединиться!» Ну, вы поняли, о чем я. Поэтому не могли бы вы хотя бы 40 минут посидеть вот тут во дворе с нашим ребеночком? Как бы было видно, что идет человек, да, с какой-то определенной сумкой, возможно, там тетради, достаточно тяжелая, и с наушниками, рано утром куда-то торопится. Ее останавливают опять эти неадекватные соседи, на что у Регины просто подгорела задница, и она уже не спокойным тоном, а более таким грубым говорит, «Извините, пожалуйста, я тороплюсь! Вы меня постоянно о чем-то просите! Я не могу! Я опаздываю в универ! Не могли бы вы, пожалуйста, не обращаться так часто ко мне с такими просьбами!» Ну, реально, у человека бомбануло! Регине и спать не давали, и спокойно время проводить не давали, это, конечно, просто трэш какой-то! Ну и, соответственно, они опять отреагировали так, что ничего не ответили, Регина просто развернулась и ушла, зная, что на их отказ они опять промолчат или просто сделают в ответ, закатят глаза и цыкнут, и она уже постепенненько так, дня за два до вот этого происшествия, уже с наглой просьбой, спросила у своей подруги, может ли она у нее переночевать хотя бы один денек, потому что она реально заколебалась от этих соседей, и, кстати, за это время она познакомилась еще с одной соседкой, которая реально на них жаловалась, и сказала, что сразу их отшила при первых хотя бы трех просьбах, и они очень нагло, они, оказывается, ходят и к соседям на этаж выше, на этаж ниже, да, чтобы вы понимали, и эта соседка сразу их отшила, такая женщина тоже в возрасте, лет 50, поэтому они до нее не докапываются, но что-то постоянно бормочат под нос, и закатывают глаза, и пялятся на нее вот так, когда они где-то пересекаются. И тут Регина поняла, что тут она оставаться долгое время не будет, что соседи тут как бы живут уже больше, чем три года, и что переезжать они не собираются, сколько на них жалоб не кидали, как бы их выселять тоже не собираются, хотя постоянные крики, скандалы, ругань, тупые просьбы, наглые отношения, хотя они, возможно, именно так хотели показаться дружелюбными, ну и, соответственно, Регина уходит в универ, понимает, что сегодня вечером она будет тупо собирать вещи, и поедет к подруге, а потом приедет за остальными вещами, и просто свалит нахер из этого дома. Теперь вы понимаете, да, ребят, почему в начале истории я вам сказала про то, что до Регины там жили какие-то два парня, ну, о чем сказала женщина вот эта. Они просто свалили, и ей ни о чем не сообщили, я сказала, что вы поймете, и вы теперь поняли, да? Зайки мои. Черт, это был просто самый настоящий трэш. Регина возвращается домой после сдачи экзаменов, у нее плохое настроение, она уставшая, постепенно в течение целого дня она вспоминала об этом происшествии, и все равно ей в глубине души было неприятно, что она так нахамила, в кавычках, да, не сильно, но для соседей это было неправильно, потому что они по факту ничего напрямую плохого не сделали, но они были очень навязчивые. Ребят, просто напишите ниже в комментариях, как бы вы поступили на месте Регины, я бы съехала уже в первый день, реально, я бы заколебалась. Я просто не такой сильно человек, который может нахамить и накричать, я бы тоже первое время им помогала. И, кстати, у них дома, у этих соседей уже были и тапки Регины, потому что они просили у нее, и какие-то продукты, которые они так и не вернули. Я уж молчу о тысяче рублей, которые Регина им занимала, именно женщине, и они даже о них не вспомнили, чтобы вернуть. И, короче, Регина приходит после универа домой, собирает вещи к подруге на хотя бы дня на два, потому что это была пятница как раз-таки, и она закончила учебу, как раз сдала экзамены. Ну и, соответственно, опять раздается стук в дверь. Регина уже просто себе вот так берет за волосы и планирует закричать просто «А, Господи, свалите вы уже наконец-то отсюда! Отвалите от меня, вы меня заколебали!» Видишь, что стоит опять женщина, достаточно такая заплаканная. Через глазок от Регины увидела, что у женщины какая-то истерика, но она стоит достаточно спокойная и, видимо, хочет попросить о помощи. И тут Регина открывает дверь, и эта женщина тупо начинает на нее орать. «Мы из-за вас с мужем разводимся! Вы нам сегодня отказали! Теперь у нас проблемы в личных отношениях! Мы вас терпеть не можем! Да будьте вы прокляты!» Регина в первые три секунды тупо закрывает дверь и слышит еще через дверь оставшийся ор. Женщина не уходит, не накинулась на нее, а просто орала как неадекватная. И после этого, ребята, она так орала, как Регина просто, ну, в жизни ни от какого человека за все время не слышала. И тут Регина поняла, что у этих людей действительно что-то с нервишками не так, и им пора то ли в какую-то больницу, то ли куда-нибудь. Ребенок плачет, женщина орет на Регину, что она им отказала, и что из-за нее они с мужем разводятся. Это, конечно, самый настоящий трэш. И не стала оставаться там, хоть и Регина из обеспеченной семьи, но она не любила часто брать деньги у родителей. А тут как бы 50 тысяч были проплачены за целый месяц. И Регина просто решила сначала уехать к подруге, а потом уже нашла новую квартиру буквально через несколько недель. Именно после этого скандала, кстати, Регина несколько дней соседей не видела дома. Они не стучали, не звонили, ничего не делали. Это показалось ей очень странным. Ну и, соответственно, потом Регина нашла новую квартиру, собрала вещи, уехала, и после этого соседей она больше никогда не видела. Но созвонившись буквально недельки 4 назад с той соседкой, с женщиной, которая их сначала послала, помните, я рассказывала, три квартиры на этаже было. Она сказала, что женщину вот эту положили в психиатрическую больницу, потому что у нее были какие-то отклонения, и она постоянно говорила, что кто-то следит за ними, и что искала поддержку в других людях, но делала это сильно навязчиво. Да, как и произошло. Не помню, как назывался диагноз, но это реально, ребят, был какой-то трэш. Регина после этого решила даже не узнавать, что и как там у них дальше происходит. Эта женщина потом тоже уже начала задумываться о переезде, они как бы сейчас поддерживают такие взаимоотношения, так как они обе жертвы, которые столкнулись с такими неадекватными соседями. Это был, конечно, трэш, ребятки. И этим закончилась история. Вот такие вот неадекватные, супер-мега-ненормальные соседи, и я очень хотела поделиться с вами этой историей. Напоминаю вам о моем инстаграме, никого сейчас видите на своих экранах. Пишите туда свои истории, а я буду рассказывать, и, возможно, именно твоя история попадет в мое следующее разговорное видео. Ваше мнение я всегда жду в комментариях. Спасибо вам за просмотр этого ролика. Я такая счастливая, что наконец-то поделилась этой историей. Мне вот так по щелчку прям идея вам рассказать ее пришла, потому что я буквально недавно о ней вспомнила. Мы с Региной, конечно, до сих пор с таким немного страхом и одновременно с насмешкой вспоминаем об этой истории. И это, конечно, ну, у меня слов просто нет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами была Карина Аргеля. Спасибо вам огромное за просмотр этого видео. Я вот так вот вас всех обнимаю, целую. Вы у меня самые лучшие, самые офигенные. Пишите ниже в комментариях, какие видео еще вы хотите видеть на моем канале. И будьте аккуратными. Узнавайте о ваших соседях перед тем, как куда-то переезжать, потому что реально вот так вот не фартануть может каждому человеку. Ну, а с вами была Карина. Я вас люблю. Это была история про неадекватных соседей. Всем пока-пока. До скорых встреч. Я вас люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok